Здарова, Таферы! Сегодня у нас лайт-контент. Смотрим уморительный мод на Mountain Blade, который превращает игру в героев меча и магии в мире RPG. Смешной он в основном потому что недопиленный, так как проект закрылся в 2015 году. Автор познал Дзен и ушёл делать 18 плюс моды на Скайрим. Но несмотря на сырость, мод всё равно вышел довольно интересным и стоящим того, чтобы хотя бы раз в жизни в него поиграть. Начинается игра с этим модом создания персонажей и выбора его расы. Ну, я конечно решаю играть за повара столовки. Чтобы получить истинный роуплей гейм экспириенс. Правда, уже на этом этапе игра задаёт довольно каверзные вопросы. Ваш отец был рыцарем владеющим магией, магом владеющим магией, он всегда был нерешителем, чтобы стать героем меча и магии. Капец, я только в игру зашёл, а тут уже ебучая егэ. Ладно, короче, делаем всё по старому проверенному способу. Тыкаем все ответы наугад. Ну что, вроде сдал. Вождь гоблинов и главный повар столовки готов бить людишек. Хотя стоп, чё-то не то. А, волосы забыл. Вот теперь погнали. Сюжет берёт своё начало с небольшой историей от нашей команды. Мы попадаем в шторм, врезаемся в скалы. Блять, вы бы знали какие сейчас у меня флешбеки с компанией Хоты, по которым будет следующий видос. Короче, вся наша команда померла. А мы, влекомые какими-то огнями вдалеке, добираемся до города снежных эльфов. Их маг вылечил наши раны и... Ну и всё, весь сюжет. Вы думали, тут будет полноценная компания? Наш герой решил продолжить свой путь. Но перед этим нужно как-то отблагодарить здешних жителей, столь щедро потративших 6 маны на наше лечение. Если хочешь, можешь оставаться здесь сколько угодно, хотя мы будем не очень рады. А может и фиг с ними. Ладно, короче, нам поручили отыскать огромного крысюка, опустошающего лавки и магазины. Убиваем крысу и маг учит нас колдовать. Маги в Маунтан Блэйд. Блин, это без рофов очень годно. Но тут неожиданно маг закричал. Кригане, закрыть ворота! Опять ёбаные отсылки в будущее на следующее видео. Короче, то, что нам показали весьма впечатляет. Во-первых, Кригане использовали врата ада, созданные внутри замка. И если они действительно в игре умеют так проводить осады, то это сильно. Спойлера всё-таки нет. Но, как будто бы автор хотел сделать такой прикольчик. Если да, то я такое очень даже одобряю. А во-вторых, большинство юнитов действуют в соответствии своим способностям. Они просто дерутся в мясо до последнего. Дьяволы умеют телепортироваться, магоги кидают огни шары, а петлорды поднимают демонов. Кайф! Короче, все мужики в итоге побеждены. А я стою никому не нужной в этой толпе ликующих демонов. Ну это верх токсичности, я считаю. Пора уходить с этого города. Ну и всё, я наконец на карте и могу делать, что захочу. Самый сок этого мода в том, что он случайным образом генерирует объекты на карте приключений. Не идеально, конечно, но фича вполне крутая. Я не понял, а где моя нога? Ты где ногу проебал? Капец, я не логор, а киборг какой-то. Ноги могу менять как захочу, да и тело в принципе. Ну хотя, в целом удобно. Сочтём это за забытую технологию древних. Сразу же сталкиваемся с жёсткой проблемой этого мода. Денег тут реально не хватает, и фиг знает как их получать. Есть, конечно, объекты на карте, но они довольно серьёзно охраняются, и всё равно нужен какой-то стартовый капитал. К счастью, я сейчас прибыл в Дэйю, где совершенно случайно наткнулся на Нагоша, который просит собрать налоги с города. Сначала он пообещал мне пятую часть того, что я принесу, а потом сдобрился и решил отдать вообще всё. Кстати, фан-факт. Помимо Нагоша я встречаю тут Мустерио. Они имели в виду Мутары, не бейте переводчиков. Забавно то, что игра подкинула квест по захвату королевства именно ей. Правда, почему-то она борется за власть над Бракадой, а не Ниганом. Ну да ладно. Я покинул город Некормантов в спешке, и наткнулся на невероятный Роффу, получившийся из-за того, что мод был недоработан. Короче, я встретил скелетов, которые говорили, что они всего лишь бедные крестьяне. Чё не смеётесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это классика, блядь! Десять из десяти этому моду на всех площадках, а автору низкий поклон и вечное уважение за такие Роффы. Я отправился в Клиот, повидать родную столовку. Она оказалась, конечно, капец маленькой, и я хз как тут умещать легионы голодных подписчиков, но выглядит довольно забавно. Всегда мечтал прогуляться по городам в тройке. Короче, на честно украденные бабки Нагоша, я нанял себе команду отборных Клиотских воинов. И с этой кучкой отважных ребят мы начали лазать по склепам, гномникам, бесятникам и прочим объектам на карте. Абсолютно все они охраняются и дают деньги, артефакты или статы, если победить охрану. Ну и носился я так, грабил легкие объекты и уничтожал бандюк, пока не встретил это. Семнадцать простых бракатских бандита? А как насчет взбунтовавшихся нахуй машин убийц? Вообще, за несколько часов, которые я провел в этом моде, я прямо-таки сильно проникся этим проектом. Хотя мод и недоработан, но фантазия сама помогает дорисовать картину. Думаю, что для фанатов героев вообще не проблема всеми мыслями погрузиться в этот замечательный мир. Кроме того, делался мод явно силами шарящего фаната. Ибо музыка тут не только из героев, но и из меча и магии. И даже дар мессии. Сражаться под последнюю эпично вдвойне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В целом, понятно, почему разработчик не стал допиливать мод. Ну, во-первых, Бенни Лорд был на подходе. А во-вторых, возможности игры сильно ограничены. И в итоге мы имеем улучшение пегасов в дендроидов, а дендроидов в единорогов. Да... Но зато мы можем получить вот такую забавную картину. Я, угар, решивший спиздить волосы и шлем хоб-гоблина, верхом на собаке налетчиков расстреливаю врагов топорами орка. Это жестко. Короче, как бы ни было забавно, становится скучновато за бесконечной чередой однообразных действий. Но увидеть-то контент все-таки хочется. А поэтому я подрубаю читы и захватываю все самое вкусное. Гигантов, вот, например, у которых кривой хитбокс и удар проходит только по яйцам. Они еще и бьют за километр. Ну, мощные-мощные, ребята. Беру также драконов, но к маге они, к сожалению, не иммунны. Вдобавок хватают дьяволов, ангелов и костяных драконов. Короче, прям сборная солянка. Ну и иду грабить все, что остается. Так, а это вы не должны были видеть, это прям контент для нашей телеги поспел. Грабим пирамиду, за что получаем свиток призыва к Акахе. Не сказал бы, что это очень полезно, но довольно символично. Ну и, наконец, то, зачем мы здесь собрались. Утопия, мать его, драконов. Да, реальность полна разочарований. Драконы застревают в башнях, падают с них, умирают. Как к ним подобраться, вообще непонятно. Но, все-таки забираем утопию, получаем 10 тысяч денег и солидный артефакт в комплекте. Шлем небесного грома. Да, в том виде, что есть сейчас, утопия прям, ну, очень невыгодная затея. Чтобы взбодриться, я решил поглядеть на другие города. Заехал в Ниган, чтобы вместе с траглодитами поруфлить над их же слепотой. Сходил в прожженные земли Эофола. Чё-то у них прям тут совсем грустно, несмотря на синее небо над головой. Отправился в Вавли, где повстречал Джем в местной таверне. Но не будем ей мешать, у неё тут ещё с Сандро незаконченные дела имеются. Заглянул и к карафийцам, поглядеть на красивые гербы с золотым грифоном посередине. Но, наверное, самым сладким городом будет башня Баракады. Ей сильно не хватает красок, но архитектура, конечно, передана идеально. Ещё бы гремлены стояки свои убрали. Ну а на этом всё получается. Как-то неожиданно заканчивается видео. Но в целом всё самое интересное я вам показал. Мог бы я передавать эмоции через экран, хватило бы на всех. Я не просто доволен своим времяпрепровождением. Я прям сильно кайфанул от увиденного и услышанного. Очередное подтверждение, что лучшее комьюнити было и есть у героев. А вам спасибо за просмотр, мои дорогие. И скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok